Рамельсберг и Гослар С незапамятных времен люди пробирались сквозь горы, прорубая ходы в поисках скрытых в недрах земли сокровищ. В Рамельсберге человек обнаружил запасы, которых хватило на тысячу лет. Без Рамельсберга и его руды Гослар остался бы незаметной деревенькой. Без серебряного рудника этот город на севере гор Гарца в Центральной Германии никогда не стал бы местом строительства дворцов римских императоров, Северным Римом, крупным торговым центром и членом Гонзейской лиги. Легенда гласит, что все началось с жеребца, верхом на котором скакал рыцарь по имени Рам. Во время долгого привала конь заскучал и стал бить копытом. Вдруг земля под его копытами заискрилась и засияла. Рыцарский конь наткнулся на серебряную жилу. Согласно легенде, это случилось в X веке. На самом деле, к тому времени серебро здесь добывалось уже около 700 лет, но только в 968 году началось упорядоченное извлечение руды. Присутствие драгоценных металлов привлекло в Гослар императоров. В те времена римские императоры передвигались с места на место, останавливаясь в дворцах, именуемых фальцами. Тем не менее, на протяжении двух веков пфальц в Госларе являлся неофициальной столицей империи. Первый пфальц в Госларе был построен императорами династий Салиев и Хоенштауфов в раннем средневековье. Понеся огромные затраты, в XIX веке кайзер Вильгельм первый восстановил руины как знак национальной преемственности. Романский зал, датируемый серединой XI века, был украшен серией фресок, которые вместе формировали краткую иллюстрацию истории Германии от времен ее мифического зарождения до момента коронации кайзера Вильгельма. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пфальц начал строить император Генрих III. Он отдал Гослару свое сердце. Причем в буквальном смысле. В то время, как его тело было погребено в императорском склепе в кафедральном соборе в Шпеере, его сердце в соответствии с указанием императора обрело покой в часовне Госларского Пфальца. Отверстие в своде двойной часовни святого Уллериха позволяло императорам прекрасно слышать мессу с восьмиугольного верхнего этажа, при этом оставаясь незамеченными и непотревоженными. Музыка 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 Руда добывалась из недр Раммельсберга более тысячи лет. Ни один рудник в мире не разрабатывался так долго. С 1988 года бывший рудник стал музеем, где посетителям предоставляется уникальная возможность проследить и прочувствовать историю развития горного дела. Музыка История Гослара Неразрывно связана с историей Раммельсберга. В средние века драгоценная руда обогатила город и повысила его значение. Торгуя сокровищами, добываемыми из рудника, граждане богатели, а богатство приносило уважение. Гослар стал городом-основателем Гонзейской торговой лиги и получил статус вольного города империи. В 14 веке рудник был затоплен и горные работы приостановились на 100 лет. Это было тяжелым ударом для города и его жителей. Более того, в 1552 году герцог Брунсвикский конфисковал у Гослара рудник, одним махом уничтожив экономику города. Для Золотого Орла, символа города, дни парящего полета навсегда ушли в прошлое. АПЛОДИСМЕНТЫ В бедности, пришедшие в город после потери прав на горные разработки, были и положительные стороны. В течение нескольких столетий Гослар словно оцепенел. И сохранившиеся дома горожан все еще могут поведать нам о бывалом расцвете города у подножия Раммельсберга. В течение 800 лет рядом с Пфальцем стоял собор, освященный в 1051 году. Он обветшал, и так как у города не было средств на реставрацию, был снесен в 1819 году. Осталось лишь паперть. Хранившиеся некогда в соборе произведения искусства теперь в музее. Это картины и скульптуры, знаменитый алтарь, отлитый из раммельсбергского металла и единственная в своем роде госларская Евангелие. Металл Раммельсберга Послужил также сырьем при изготовлении спинки и подлокотников императорского трона XI века. Влияние горного дела на все аспекты жизни Гослара трудно переоценить. Этот богато украшенный кувшин, датируемый 1477 годом, свидетельствует о процветании и мастерстве горожан. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Однако же настоящие добытчики городского богатства сами никогда не купались в роскоши. Рудокопы жили в отдельном квартале рядом с Франкенбергской церковью, в простых незатейливых домах. Они всегда были бедными. Всю прибыль получали другие – владельцы рудников, посредники и купцы. Субтитры подогнал «Симон» Франкенбергская церковь – это романская постройка XII века. Она служила приходской церковью горняков и плавильщиков, их ежедневной остановкой по пути на работу. Украшенные плодами яблок и груш галереи рудокопов, а также изысканные декорации кафедры и алтаря 1675 года в стиле барокко – работа местного скульптора. Возможно, находясь здесь, рудокоп мог на какой-то миг забыть о своем каторжном труде, своих заботах и нищете. Возможно, он осознавал, что процветание и значимость Гослора основывались на богатстве недр Раммельсберга. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Режиссер Йозеф Беккер Оператор Петер Вент Фильм озвучен фирмой «СВ Дубль» по заказу ГТРК «Культура» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...